Так, всем привет! Меня зовут Оля Ермилова. У нас сегодня с вами прямой эфир, не запланированный, но тем не менее, я люблю делать тогда, когда появляется любая возможность использовать эти возможности. Сегодня мы поговорим с вами о проблемах и о том, почему их стоит полюбить в своей жизни и почему вообще проблемы есть хорошо. Пожалуйста, кто включился в прямой эфир, дайте знать, чтобы меня видите, слышите, чтобы я точно знала. И даже турки пошли, вообще классно. Итак, почему я решила заговорить о проблемах? Потому что мне очень хочется, чтобы вы поменяли свой взгляд на проблему, поскольку как человек, который изучает силы разума мышления и внутреннюю силу, я замечаю, что для многих людей является таким несколько, ну, не знаю, сбивающим фактором то, что несмотря на то, что когда ты начинаешь изменять свое мышление, несмотря на то, что когда ты начинаешь уже делать не так, как делал раньше, и вроде бы как все должно идти хорошо, все равно периодически возникают какие-то сложные ситуации, иногда которые выбивают тебя из клеи, и человек задается вопросом, так в смысле это что, все не работает получается? Я же изменился, я же стал думать иначе, я же стал поступать иначе, я стал, перешел как будто бы на другую какую-то чистоту своей жизни, а проблемы все равно не заканчиваются. Что со мной не так? Одним из главных правил, которые я всегда говорю своим рерайтовцам, потому что я веду марафон рерайтер жизни регулярно, каждый месяц, я все время говорю о том, что не придумывайте там, где придумывать не нужно. У нас есть такая черта замечательная в кавычках у всех, мы очень любим усложнять, и мы, когда мы начинаем заниматься чем бы то ни было, особенно изучением себя, мы любим искать во всем смысл. Вы знаете, идешь такой, споткнулся, значит, там ударился о тумбочку, и сидишь и думаешь, ну что же я сделал не так, какой-то знак, какое-то предназначение, предначертание, или не знаю, там, случайно притер машину, что я сделал опять не так, что со мной случилось, такого отвратительного, в чем я был неправ, и вот человек сидит и начинает копаться вот этой своей жизни. Я иногда говорю, что можно просто стукнуться коленкой и можно просто быть невнимательным, это тоже в жизни работает. Не делите всю жизнь, как знаете, вот обязательно, что каждое событие имеет какое-то объяснение, нет, точно так же, как иногда ты просто хочешь кого-то послать взад, вот просто ты понимаешь, что тебе хочется это сделать, и не нужно тут искать какие-то вибрации, просто человек это заслужил, и ты ему прямиком об этом сказал, и так далее. Не придумывайте там, где придумывать не нужно, вот этих усложнений не надо. Это как бы такой важный момент, который вы должны знать, то есть не заморачивайтесь очень сильно в любых ситуациях, в которых вы не знаете, как поступить, или почему это пришло, а вы уже считаете, что вы неплохо разбираетесь, и тут вдруг вы не можете понять. Отпустите эту ситуацию просто, просто скажите себе, ну так тоже бывает, я могу себе это позволить. Это как, знаете, человек там смотрит и говорит, я думал, вот что вы, ну так часто о других людях, да, когда у нас складывается образ кого-то, и безусловно образ меня тоже у многих складывается, и человек говорит, я вот думала, что вы такая, а вы такое можете сказать, как же так? Да вот так, да представьте себе, во-первых, у меня хорошее чувство юмора, во-вторых, я в принципе могу позволить себе всё сказать, и несмотря на какую-то свою ключевую жизненную позицию, так или иначе, я могу себе позволить быть любой, в любой момент. Вот и всё. Поэтому этот фактор, вот его важно для себя отстроить и понимать. Второй момент, тот, с которого, в общем-то, заявлена тема, да, проблемы. Вот возникла какая-то проблема, она не должна была возникнуть. Давайте посмотрим вообще на ситуацию, что такое проблемы. Один из моих менторов говорил всегда, что проблемы нужно любить. Проблемы нужно любить, потому что проблемы – это такие гвоздики, крючочки, которые, знаете, как в альпинизме. Они нам помогают, вот мы и так раз ручкой хватаемся, раз ручкой хватаемся, они нам помогают расти и идти вверх. Потому что всякий раз, когда на нашем пути есть какая-то маленькая проблемка, перед нами стоит выбор – сдаться, покориться этой проблеме, да, превратить её вообще в огромную, либо найти решение. И вот это найти решение, вот неспроста же, зачем ходят дети в школу и решают логические задачки. Ну, можно сказать, ну, кому нужны вообще эти задачки? Зачем вы вообще детям голову дурите? Лучше научите их красить стены, тогда у них профессия в руках. Ну, есть такая штука, чтобы развивалось, да, наше логическое мышление и так далее, и так далее. То же самое в моменте проблем, когда мы с вами учимся решать какие-то ситуации, когда мы с вами каждый раз становимся перед выбором, что же сейчас делать, как предпринять, что предпринять, да, вот как себя сейчас повести. Мы прокручиваем, ну, обычно люди, которых я знаю, прокручивают немножечко ситуацию наперёд, да, то есть мы думаем о каких-то последствиях, мы прокручиваем три варианта и думаем, так, окей, ладно, попробую-ка я вот так возьму на себя ответственность сделать так, решить эту проблему с помощью этого. Вот помните, любая ситуация, например, конфликта, она может решаться по-разному. На силу можно найти большую силу, да, и устроить войну. Можно поддаться, чтобы победить одно из главных правил джиу-джитсу, таких слоганов, то есть как бы сказать, что да, прости, я не прав, да, давай, вот как бы капитулировать в этой ситуации для того, чтобы в будущем просто избавить себя от этой войны и пойти дальше. Вот, либо можно вообще, в принципе, сдаться в данной ситуации, осознав, что выиграть тебе здесь не так уже важно. Тут проще проиграть, как бы, и всё, и, например, свалить от какой-то дурной ситуации, от дурной работы, от дурного человека, в общем, не входить в этот конфликт. Вот точно так же в жизни происходит со всем остальным. Поэтому самое главное, это не то, что у нас возникают проблемы, это уже, как выяснилось, нормально, а то, как мы на них реагируем. Потому что именно наша реакция решает, какое дальнейшее действие будет произведено. И если вы реагируете на любую проблему, как на поток негативной энергии, правильно выразилось, когда вы говорите, боже, почему я притягиваю все проблемы, почему со мной это всё время происходит, как же тяжело мне жить, вот опять на меня все набросились, тогда, конечно, вы превращаетесь в магнит. Вы в этот момент сами себя намагничиваете, вы это можете почувствовать на энергетическом уровне, если вы закроете глаза, вы почувствуете, как вы внутри вибрируете, вот такой весь. Вот, знаете, мы часто говорим, меня трусит, меня трусит от ужаса. Вот вы аж пульсируете, вот это пульсирующее чувство, а в этот момент вы превращаетесь в магнит. И вот эти все проблемы начинают на вас наваливаться. Это совершенно другая история. Это история уже вашего мышления и вашего излучения энергетического. Вы превращаетесь в пылесборник для негатива. И это то, что нужно отслеживать. Это вы вольны отслеживать. Но, если ситуация, вы расстроились только потому, что вы проснулись там, и у вас сегодня есть какая-то проблемка для вас, мне очень нравится изречение, что это не проблема, а это задача. По-моему, я ее услышала у Василия Хмельницкого. Это задача. То есть, когда мы с вами проблему раскладываем на задачу. Проблема – это то, что ты сидишь, воешь, и у тебя нет для этого решения. Задача – это когда ты раскладываешь это на составляющие и пытаешься, точнее, ищешь выход для решения этого уравнения. И именно решение задач превращает нас в людей растущих. Свои проблемы нужно полюбить. Свои проблемы нужно, ну, как бы, боготворить, потому что они вас развивают. Они – это ваша школа пожизненная, очень классная. И ваша ключевая задача, как людей, это только регулировать уровень этой проблемы. Потому что, может быть, проблема такая, что вы, там, не знаю, сегодня не знаете, как поступить в какой-то конкретной ситуации, что ответить человеку, какое решение принять. А может быть, это проблема уже, ну, как бы, когда это касается, там, глобальных вещей, здоровья, не дай бог, или каких-то уже таких серьезных вещей, там, я не знаю, лишения имущества. И чтобы вы понимали, любая большая проблема рождается с маленькой. И она идет не по логическому моменту, там, что там была маленькая проблема с квартирой, стала большая, а она идет по энергетическому. Иногда вы, я не знаю, вы встречали такое или нет, например, когда вот у вас палец, да, и вы его укололи. Вы его укололи, и вам стало больно, и вы не обратили на это внимание. Прошла неделя, у вас палец зажил. А бывало такое, когда вы палец укололи, а он начинает пульсировать, и потом его начинает нарывать, и потом вам нужно идти к хирургу. И на самом деле начальная ситуация, точка одна и та же, а результаты разные. В энергетической истории обычно не работает так, что мы, типа, что-то произошло, и два разных результата. Два разных результата бывают при двух разных излучениях. Когда вы находитесь на высоких вибрациях, когда вы смотрите, работаете над собой, настраиваете свой мозг, мы, если останется немножко времени, я дам вам разницу, задают часто вопрос между позитивным мышлением и вот ментальными практиками. То, чем мы занимаемся на рерайтере, точнее уже в клубе после рерайтера. Так вот, вы должны понимать, что когда человек начинает энергетически находиться на низких вибрациях, когда он низкие вибрации, это все время недовольный, гнев, грусть, все время нахожу какие-то проблемы, зашел в номер, не те кровати, не тот ковер, не то это, зашел в ресторан, не так на меня посмотрели, не то блюдо принесли, не тот хлеб, не те эти, взял телефон, блин, грязный экран, пошел, закрылась передо мной, все, у меня жесткая непруха. Человек сам на себя это притягивает в буквальном смысле, энергетически это так работает. Помните о том, что наши мысли, они имеют энергетическую вибрацию, именно они притягивают в нашу жизнь ситуации, обстоятельства, которые с нами происходят. Человек же считает, что наоборот, он такой грустный и такой недовольный, потому что в мире все не так. Но вы присмотритесь, в мире всегда есть все так и не так. Это как вот одежда в магазине, нельзя зайти в один магазин и сказать, здесь хорошая одежда или плохая. Есть, типа, здесь одежда, которую я могу себе купить или нет. Нет, есть одежда, которая на вас сидит в любом магазине и есть, которая на вас не сидит в любом магазине. Все. Вопрос, на что вы обращаете внимание, какой у вас вкус, какое у вас видение, понимание себя, как вы быстро в этом ориентируетесь. То же самое происходит и здесь. Так вот, когда у вас произошла какая-то любая маленькая закадырочка, помните о том, что реакция от того, как вы отреагируете на эту проблемку маленькую, зависит, превратится ли потом, получите ли вы большой букет проблем, или же нет. Или же ваш уровень всегда будет решение вот таких небольших каких-то проблем, которые просто будут держать вас в тонусе, которые, вы помните, проблема равно задачи, в которой вы будете превращать задачу и задавать себе вопрос. Так, как мне выйти из этой ситуации? Что я сейчас могу сделать? Это важно, потому что если вы просто столкнулись и сказали, люди говно, ситуация говно, вокруг мне не везет, все вокруг такие, и еще вспомнили вместе с подружками 34 разные негативные истории, все, у вас снежный ком. На этот снежный ком дальше летят вот как на свет комары, простите за это. Может быть, не очень умное сравнение. Все туда начинает наваливаться. Но в целом понимание проблемы всегда нужно этому радоваться. И помнить о том, что вау, у меня сегодня есть интересная задача. Посмотрим, как я с ней справлюсь. Посмотрим, какой я выход найду. Посмотрим, как сегодняшний я посмотрит на ту ситуацию, в которой я оказался. Ведь мы, на удивление, у нас не такое большое количество ситуаций, в которые мы попадаем. Если вы попробуете проклассифицировать свои так называемые проблемы, то вы увидите, что они все такие, знаете, по грубкам делятся. Но каждый раз мы, заходя в отделение вот с этой группкой проблем, мы меняемся. Не проблемы, мы меняемся, наша реакция меняется. Вот, например, я вчера заехала в отель и зашла в номер, а покупала специально сивью. Заплатила специально больше для того, чтобы был хороший вид из окна, а не двор там какой-то. И вот я захожу и вижу такой, знаете, маленький сивью и большой вид из окна. И я раньше, у меня всегда есть менеджер, с которым мы ездим, уже много лет, 10 лет. И я специально с ней езжу, потому что я не люблю решать вот эти проблемы сама, знаете, в какие-то впадать там истерики. Вот, и раньше я ей звонила, я всегда с таким недовольством говорила, Маша, ну что за херня, ну почему опять? И причем это у меня практически каждое путешествие такое. Вот, вчера мы просто там позвонили, говорили, Маш, что-то у нас не то с видом. Вот, мы пошли погуляем, вот, ты пока, пожалуйста, реши. Вот, мы вернулись, к нам пришел консьерж, показал нам три номера еще. Вот, мы выбрали один из тех, который нам понравился больше всего. И, собственно, перебрались, и все. И все окей. И нету никакого испорченного настроения, и нету дальше никакого каламбура. Вот, сегодня утром мы пошли, у нас тут рядышком, мы прямо на набережной живем с шикарным видом, и у нас тут много как бы ресторанов. Но, вот, видимо, не знаю, какие вопросы, как бы везде написано, что они работают. Но вот мы зашли, утром они не работают. Ну, мы вернулись снова в отель, потому что у нас шикарная видовая площадка. Мы не покупали специально завтраки в отеле, чтобы иметь возможность перемещаться. Но, поскольку мы еще сегодня ничего не знаем толком, вот, нам нужно было просто позавтракать. Но красиво уже, уже красиво, как бы не в забегаловке. Мы вернулись снова в отель, сели, блин, и так шикарно оказалось, что я просто мега довольна, что ситуация так сложилась. То есть, самое главное, это ваши реакции. Помните, что иногда проблема вообще не проблема. То есть, она вам кажется проблемой, она таковой не является. Измените свою реакцию, полюбите ситуации, которые с вами происходят. Ищите для них выход. Это же как игра какая-то. Каждый раз, когда у вас в жизни происходит нечто, что вас как будто бы выбивает вам почву из-под ног, будь это ушедшая маршрутка, платье, которое у вас купили, или там, не знаю, какая-то ссора с мужем. Я недавно разговаривала с одной своей подружкой, она рассказывала о том, как она заметила в себя такую реакцию, что она со своим мужем, то есть, у нее муж никогда не извиняется, он никогда не говорит ей извини. И она говорит, а для меня это очень важно. И я, проанализировав, поняла, что всякий раз для того, чтобы у него прощение, вот это с него вытащить, мне приходится очень много тратить энергии. Я плачу, рыдаю, устраиваю какие-то сцены, в общем, затрачиваю большое количество энергии для того, чтобы он потом каким-то образом сказал это извини. Я думаю, что для многих девочек это знакомо, потому что раньше это тоже была моя модель. Я уже не помню, как я от нее отошла, но вот. И она говорит, я поняла, что после 30 ты начинаешь смотреть на жизнь иначе, вот чем старше ты становишься, говорит. И в этот раз, когда произошла очередная такая ситуация, и я уже вдруг подумала, что сейчас, блин, надо опять все это делать, я, говорит, вдруг поняла, что я хочу на массаж. И я пошла на массаж. Я, говорит, лежу, а она еще такая украиноязычная девочка, говорит, а мне не так дупу массуют, а я думаю, массажуют, массуют. Массажуют, говорит, а я лежу и думаю, блин, ну это же гораздо круче, когда мне делают приятно, и я вместо того, чтобы сейчас стрессовать и вытягивать из своего мужа, значит, там извини, я просто лежу на массаже и кайфую. И главное, что он потом ей сказал это, извини, уже совершенно на другой волне. То есть наша реакция, она показательна. А мы все знаем, что, например, если нам нужно включить обиду на человека, если нам нужно отдать много энергии, мы потом себя чувствуем, как мочалки выжатые. Ты такой сидишь и думаешь, ну ради чего я вот это все делал. И когда люди говорят мне о том, что у них не хватает энергии на себя, на работу, на развитие над собой, у меня нет времени на ментальные практики, нет времени, чтобы проходить марафон, я ржу. Потому что у нас есть время на то, чтобы разбиваться в лепешку и показывать уровень своей жертвенности, и доказывать всем, как нам плохо, мол, посмотри, как я ради тебя и за тебя, но у нас при этом нет времени на то, чтобы работать над собой. Это, собственно, то, на что стоит обращать внимание. Да, вот вы пишете, что после 30 другое видение, это правда, но не у всех. Это правда, но не у всех, потому что я знаю огромное количество людей, 30, 40, 50, у которых по-прежнему ничего не меняется. И вот эта мудрость, она приходит скорее от работы над собой, нежели от возраста. И просто, я считаю, совпадением является то, что люди начинают это делать с возрастом. Но это совершенно не означает, что это нельзя делать раньше или в каком-то другом возрасте. То есть над этим нужно работать. Теперь я обещала вам, сейчас я постараюсь вспомнить, что я вам обещала, я вам обещала дать разницу между позитивным мышлением и работой с ментальными практиками. Понимаете, позитивное мышление – это как чтение книг на тему правильного питания. То есть это как бы периодическое вспоминание, как это сказать, когда вы периодически вспоминаете о том, что нужно как-то там мыслить позитивно. То есть это история про тональный крем, а не про решение проблем с кожей или про фильтр. Вот у нас сегодня позитивное мышление – это некий фильтр. Когда мы говорим, да-да-да, я знаю, я в курсе, я мыслю позитивно, у меня все хорошо, у меня все. Но это поверхностное. Что на самом деле внутри нами движет? Это двигают наши убеждения. Я уже говорила о том, что убеждение – это то, что сидит внутри нас. То есть это, знаете, как говорят, что аллергия – это проявление сверху на коже. Но аллергия проявляется тогда, когда внутри уже пожар. То есть внутри с какими-то органами происходит пожар. То же самое происходит и с моментом наших убеждений. Вот позитивное мышление – это такое, знаете, я думаю позитивно, у меня прекрасное настроение, а внутри сидят закореневшие, устаревшие программы, которые у нас пульсируют. Когда ты говоришь, так не бывает, мужиков нормальных все равно нет, денег много. Мы даже можем не помнить очень многих программ, откуда они у нас появились. Помните, как когда вы приходите к врачу, и он вам говорит, болели ли вы такой болезнью, такой болезнью. Вы не помните, болели. Вы там маме звоните и говорите, мам, у меня там была такая-то болезнь, я там болела чем-то. Вот здесь то же самое. Мы очень часто этого не помним. И обычно это можно выявлять только если мы будем внимательно вести дневник или находиться в обществе людей, которые занимаются тем же, они могут сказать, послушай, что ты только что сказала. Или пообщавшись ближе, сказать тебе, слушай, ну так у тебя же налицо диагноз, ты же смотри, ты вот сама говоришь, что это невозможно или что так не бывает. То есть это убеждение то, что в нас вселилось, и мы сами этого часто не замечаем. Мы уверены, что так быть не может, что столько, например, не заработать, что вот такого не бывает, что такие отношения только из книжки, что выглядеть так нельзя. У нас есть какие-то убеждения. И вот чтобы вы понимали, позитивное мышление это как машина, которая побита, которая там скручена как-то, и сверху мы красим краской. То есть мы типа делаем вид, но оно все равно там проступает, но издалека не видно. Мы сами себя успокаиваем и рассказываем себе, что вот позитивное мышление, я хорошо мыслю. И человек обычно, что он говорит, как-то странно, я вроде бы мыслю позитивно, а в жизни моей, вот как понять, что это у вас позитивное мышление, а не практики ментальные. Первое. В вашей жизни ничего не меняется в лучшую сторону коренным образом. То есть вам, может быть, стало как бы легче, но по факту ваша личная жизнь вам не нравится, ничего в ней не изменилось, ваше финансовое благосостояние никак не улучшается, ваша жизнь не идет, вот в буквальном смысле вы не можете сказать, что вы достигаете тех целей, которые вы желаете, что что-то реально меняется, кроме того, что вы сами себя утешаете, что, как вам кажется, вы стали лучше. Вот это разница между позитивным мышлением и практиками. Позитивное мышление – это первый шаг, это понимание того, что, наверное, мне нужно как-то мыслить иначе. Второе. Очень важно понять, а что не так со мной, а где мои негативные установки и убеждения. Важно залезть вовнутрь себя. Это то, чем мы занимаемся уже в клубе Рерайтер жизни. Мы разбираемся и учимся это отлавливать, потому что нам нужно не просто понимать, что со мной не так, отлавливая это, а нам нужно это из себя выдергивать. То есть нам нужно это прочищать, нам нужно убирать эти установки и на их место сажать другие. И ментальные практики – это ежедневные упражнения на протяжении всей вашей жизни. Они меняются в зависимости от того, куда вы двигаетесь, потому что вначале для вас проблема как-то с деньгами наладить отношения, и мы ее решаем с помощью ежедневных ментальных практик, которые вытягивают из вас убеждения и засовывают в вас новые убеждения с помощью специальных упражнений, повторений, мыслей, размышлений, медитаций и так далее. Это регулярная работа над собой каждый день. Я вижу, что здесь есть рерайтовцы, которые занимаются более 5 месяцев, и они вам могут написать, что это ежедневная работа. Она небольшая, не такая длительная, но она крутая. Она крутая еще и потому, что она нравится. Когда ты начинаешь это делать, ты начинаешь себе нравиться, ты начинаешь понимать все по-другому, ты начинаешь видеть, чувствовать в себе эти изменения. И вот этот момент очень-очень-очень важный. Поэтому позитивное мышление, не думайте, что если вы проговорили 5 аффирмаций, вот задают мне вопросы, сколько аффирмаций можно проговаривать в день, да пофиг. Да пофиг. Проговаривать аффирмации в день – это изучение алфавита. Это я даю для тех людей, которые только-только пришли в школу. Им нужно учить алфавит. Дети сейчас, вот Ева у меня, квадратики там рисует, чтобы рука к письму привыкала. Вот про что такое аффирмации, когда мы говорим, прочитай 5 аффирмаций. Это просто привычка, вырабатывание каких-то новых привычек. Но это не меняет вашу жизнь. Ну, не меняет, потому что нам нужны существенные, нам необходимо, вот на таком языке я вам расскажу, мы разрываем старые нейронные связи, потому что любая наша привычка – это сформированная нейронная связь, которую мы делаем на нейронном уровне, то есть вообще неосознанно, мы не понимаем. Каждый раз, когда вы говорите «ничего себе!», вы это говорите не потому, что вы в этот момент ничего себе не захотели пожелать, вот захотели сказать себе «я ничего себе не желаю». Нет, стерто-стерто. Вы в этот момент просто сказали то, что вы привыкли говорить очень много раз. Или когда вы говорите «ой, ну я дура, вечно все забываю». Вы тоже не думали в этот момент, как бы себя поругать, стерто-стерто, и сказать, что вы все забываете. Нет, вы просто это сказали. И я вам скажу больше. Вот мы даже вчера с Сергеем прилетели, и идем, а Сережа вчера три раза забыл свой рюкзак. При том, что всегда у нас в отношениях ребенком была я, который все забывает. Вообще, если я рядом с мужчиной, то я ни о чем не думаю. Вот. И тут вдруг он сначала в такси сел, после чем-то поставил рюкзак на переднее сидение, вышел, и уже водитель ему говорит «эй, типа, рюкзак вам не нужен». Потом он его забыл в ресторане, в аэропорту, когда мы поели. В общем, и он идет и говорит «да, что-то я сегодня рассеянный». И я ему говорю «смотри, чувак, вот ты, во-первых, ты мой муж, во-вторых, ты делаешь и практикуешь каждый день. Но насколько легче практиковать в блокнотике, на кровати, на диване или за столом, чем в реальной жизни? Что ты только что сказал? Ты сказал, что ты все забываешь, ты рассеянный. Зачем ты это сказал? Что тебе нужно сделать? Тебе нужно выдернуть эту установку и заменить ее на другую. И вот понимаете, мы очень часто, как и в школе, или как и вот Ваня тут, на танцах, когда мы учим движение, одно дело мы его учим перед зеркалом, мы просто юзаем ручкой и ножкой, и совсем другое дело выйти на паркет и начать красиво танцевать. Мы должны понимать, что делая любые практики, мы их делаем для того, чтобы наша жизнь менялась, для того, чтобы использовать их в своей жизни и трансформировать ее, а не для того, чтобы просто делать ее, поставить себе галочку и посчитать, вау, какой я молодец. Но мы ставим галочки и учимся, конечно же, жить с этим дальше. И здесь крайне важно люди, которые нас окружают, потому что вот не будь у моего Сергея меня, вот, пожалуйста, вам результат. Тут очень важно, чтобы люди помогали вам меняться. Поэтому у нас в Рерайтере жизни, у нас сейчас есть Биг Клаб, куда попадают люди после марафона, потом после трехмесячной программы клуба, те люди, которые не хотят с этого дела спрыгивать, а мы все прекрасно знаем, что как только мы лишаемся окружения, да, даже спортивного, шансов на то, что мы спрыгнем сильно больше, там люди могут находиться always, всегда. Я рекламирую прокладки always. Супер англичанка, thank you very much. Итак, соответственно, почему они это делают? Они работают в группах, они работают там в пятерках, и они каждую неделю, а некоторые больше созваниваются и общаются между собой. Это я вам просто рассказываю, как, значит, не потеряться, да, во всей этой движухе, потому что окружение влияет 100%. Я недавно говорила о том, что я заметила, что когда я попадаю на спортивные соревнования, я начинаю просто, вообще меня начинают выворачивать во все стороны, потому что разговоры настолько все сужаются, и интересы людей только в одном, что мне просто плохо от этого становится. И я прекрасно понимаю, что в какой-то момент достаточно быстро я очень, ну, начинаю встраиваться в коллектив и тоже вести разговоры на эту тему. Поэтому окружение крайне рулит. Именно поэтому я рекомендую все время держаться друг к дружку, потому что это помогает. Так, я вижу ваши вопросы. Давайте я... Как Сережа реагирует на такого рода замечания? Мой муж в штыке. Мой муж реагирует прекрасно, потому что мой муж... Потому что это мой муж. Если бы он реагировал на это в штыке, он бы не был моим мужем, наверное. Ну, люди же подбирают друг друга. Я бы не жила с мужчиной, который бы реагировал на меня в штыке в таких моментах. Значит, это не мой муж. Тут все как бы очень просто решается. Я, честно говоря, не знаю, как находиться в отношениях, в которых все на все реагируют в штыки. У нас бывали такие периоды в жизни с Сергеем, когда мы реагировали с ним в штыки, но это был серьезный повод задуматься либо о разводе, либо о чем-то другом. Мы задумались о чем-то другом. Но, в принципе, как? Как? Нормально. Это, знаете, как и люди. Есть люди ваши, есть люди не ваши. Все же очень просто. Вот, соответственно, давайте вернемся к тому, с чего мы начинали. Что проблемы – это наше лучшее средство для роста и для развития. Поэтому всякий раз, когда с вами происходят какие-то ситуации, превращайте их в задачу и понимайте, что у вас появилась классная возможность для роста. Точно так же это происходит, например, в бизнесе. Я бы могла назвать, вот смотрите, как это назвать? Проблема и задача. Вот у нас там каждый месяц в марафон приходит порядка 150 человек. Мы хотим, чтобы к нам приходило тысяча человек. Но мы прекрасно понимаем, что, например, понимали изначально, что если делать все так, как мы делали изначально вручную, то тысяча человек просто нас закопает. Мы просто умрем в тысячи человек. Ну, просто мы не в состоянии будем больше не то, что ничем заниматься. Мы и тысячу, наверное, не сможем просто физически потянуть. Можно это назвать проблемой? Можно. Мы назвали это задачей. И мы перешли в IT-плоскость. Мы начали искать решения, потому что есть боты, есть личные кабинеты программирования того, чего мы можем автоматизировать, как мы это можем сделать. У нас куча групп всяких разных. У нас все время открываются доступы в разные группы, в разное время, разным людям. У нас все время идут целый месяц продажи на разные чеки. У нас есть куча там рассрочек и так далее. У нас очень много работы. И по сути главная команда – это я и Сергей. У нас есть айтишник, есть там помощь на бэкграунде. Все, никого нет. То есть ключевые люди – мы. Можно было назвать это проблемой и сказать, не, ну это невозможно. Можно. Но мы поставили это в плоскость задач. Что нам сделать для того, чтобы мы получили такой результат? Это как в школе, помните? Я даже припоминаю. Когда есть уравнение, да, есть как бы то, к чему мы должны вывести, есть неизвестное, х или у. Вот, пожалуйста, можно даже х и у. Учитесь думать в этой плоскости. И самое главное – не позволяйте какой-то ситуации, которая происходит, говорить вам, это испортило мой день. Ну все, у меня теперь нету настроения. Блин, я теперь не знаю, что делать. Вот я не в состоянии. Вот это вот я не в настроении, я ненавидела. Всегда, когда говорила моя мама. По субботам мы с ней иногда ездили на Троещенский рынок. И я страшно ждала этого момента. Это рынок, ну вот как, знаете, на всякие рынки в разных городах такие есть, да, когда где шмотки продавались. И я очень ждала этого момента. И я помню, что я прям вставала рано, готовилась, делала укладку. Ну, короче говоря, готовилась к этому моменту, потому что сегодня мне купится какая-то новая шмотка. И вот вставала моя мама, и что-то замечательная мама, но у нее был тоже такой период в жизни. И она мне говорила в итоге, я не помню всех нюансов, но она говорила, ты испортила мне настроение, мы сегодня никуда не пойдем. Я не хочу, у меня нету настроения. И вот это был такой для меня обрыв, типа, в смысле, я там всю неделю это жду, да, все. И потом она говорила следующие слова. Мне так тяжело достаются деньги, я так тяжело работаю, а ты такая неблагодарная. Просто мне хотелось биться головой об стенку, просто вообще это было отвратно. Вот помните о том, что вы сами с собой это делаете, неважно, мама вы или папа, вы сами это делаете, вы сами. И вот мама доводилась, а потом мама обязательно плакала. Это такой ключевой момент был, это я у мамы тоже переняла эту модель потом в жизни. Плакать надо. Чувствовала себя жертвой, и мне, естественно, становилось стыдно. Она вызывала во мне чувство вины. Я приходила, я начинала у нее просить прощения. И, в общем, все заканчивалось вот так. Потом приваливал папа, который был бухнутый, и, в общем, жизнь была отвальная такая. Вот не делайте этого с собой. Мы сами это делаем с собой. Мы сейчас взрослые, мы можем, и мы уже не можем пережить то, что мы жили. Но мы можем, первое, лишить этого своих детей, вот нас таких неосознанных. И второе, мы можем себя этого лишить, не делая это с собой. Я когда маме сейчас задаю вопрос, мама много смотрит моих эфиров. Я для мамы тоже, как и все дети, я считаю, для своих родителей являются учителями. И я когда маме говорю, мам, что это было, что ты исполняла? Она говорит, я не знаю. Абсолютная неосознанность. Абсолютное непонимание того, что она исполняла. Она не понимала. Она была взрослой, и ей было себя жалко, и ей казалось, что это нормально. Потому что все так делают. Все ее подружки делали точно так же. Поэтому не делайте этого с собой. Запомните. Значит, самое главное, если вы смотрите этот эфир, у вас уже нет проблем. Потому что вы его можете смотреть и слушать. Значит, у вас как минимум есть эти базовые штуки. Если у вас есть руки, вообще пиздос, ребят, сильно повезло. У кого есть ноги, все. В принципе, у меня на этом все. Вы счастливые люди, которые точно все могут. Поэтому не позволяйте, пожалуйста, своему обманщику великому, который тут живет, говорить о том, что если у вас сломался каблук, или если у вас сегодня нету достаточного количества денег, или еще чего-то идет не по плану вашему, что у вас что-то не так. Нет. Есть более крутой план. И вы должны его найти. Я вам сегодня, конечно, не могу не сообщить о том, что у нас стартовали продажи рерайтера жизни Октябрьского потока. Сейчас минус 50. Это минус, я показываю. 50 вот так нащелкает. Если вы давно хотели, you are welcome. У нас цена такая держится сколько? Недолго. Пару дней. До 10-го. До 10-го числа, и цена поднимается снова и начинает расти. Не ждите последних моментов. Это правда крутейшая трансформация и лучшее, что вы можете с собой сделать. У нас крайне интересно, у нас офигенные люди, у нас прекрасная я. Я считаю талантливейший тренер. Дала бы себе премию. Даже думаю купить себе картонку и написать, что я лучший тренер ever. На самом деле, шутки шутками, но есть в этом доля правды. Поэтому, если вам интересно научиться смотреть на жизнь иначе, и самое главное, увидеть свою жизнь в другой, на деле, я вас буду ждать. А сейчас я пошла покорять свой Стамбул, друзья, красивый, потому что я пришла в номер после завтрака. У меня есть буквально немножко времени перед тем, как мы сейчас уедем. Я не знала, будет ли этот эфир, поэтому я его не анонсировала. Но я вам крайне благодарна за то, что вы на него пришли. Так что обнимашечки, поцелуйчики, смотрите сториз. И жду вас на Рерайтере жизни. Ссылочка всегда есть вверху в профиле. Всем пока!